Мы вернёмся к ещё одной жареной теме последних дней – уборке снега. Тем более, с утра к нам пришла новая серия фото и видео жалоб на состояние, в этот раз, хабаровских тротуаров. Ну, давайте для начала покажем улицу Воронежскую. Вот там вот такой есть тротуар. Теоретически, там вроде как снег убран. Но нас спрашивают, вот можно ходить по такому тротуару или нет. Хотя ещё более скользкое место, возможно, это самое скользкое место в Хабаровске – это площадь Серышева. Вот этот пятачок возле автобусной остановки на углу Знаменщикова и Серышева. Действительно, я там часто хожу мимо и могу сказать, возможно, действительно, самое скользкое место в Хабаровске. И авторы этого фотографии спрашивают, а кто там вообще должен убирать снег? Потому что там, с одной стороны, остановка, с другой стороны, жилой дом, сразу несколько торговых заведений и ещё и торговый центр счастья. Чуть по-отому. Ну, он чуть по-отому, но тем не менее. Да. И по опыту могу сказать, там не убирает никто. То есть вот этот именно пятачок вот всегда, пока не растает. Ничейная земля сладко. Ничейная. Вот сегодня мы позвали человека, который, возможно, поможет нам разобраться, кто где должен убирать лёд и снег с тротуаров. Сегодня у нас в гостях Владимир Шубич, начальник отдела управления административно-технического контроля города Хабаровска. Здравствуйте, Владимир Кондрович. И сразу говорю, наш телефон 456645. Если у вас есть свои вопросы, свои места, претендующие на звание самых скользких мест Хабаровска, звоните и спрашивайте. Можно начать вот как раз с этой площади Сирошева? У меня просьба, покажите ещё раз две фотографии. Вы же знаете на место, да? Конечно, конечно. Вот там кто вообще должен убирать этот тротуар? Так вот, нормативно-правовые акты администрации города Хабаровска обязывают собственников земельных участков, значит, организаций, предприятий и учреждений, значит, собственников зданий, сооружений содержать свою территорию в нормативном состоянии. Значит, конкретно вот этот адрес, значит, площадь Сирошева относится, значит, к администрации города Хабаровска. Значит, остановочный павильон, это убирает посадочную площадку управления дорог и внешнего благоустройства. Значит, саму территорию около киосков, значит, в радиусе 6 метров убирают собственники павильонов, торговых объектов. Значит, за вот ваш адрес, то, что сейчас указали, значит, мы примем работу, дадим предостережение тем, кто не сделал. Ну, кому именно? Собственникам. А там вот трудно понять, вот можно еще раз показать, там вот... Там вроде бы несколько магазинов, да, вот, как вы сказали, которые 6 метров вокруг себя должны очищать, но они не очищают. Они не очищают никогда. Значит, те, значит, организации, те училищи, которые игнорируют требования права благоустройства, к ним применяются меры административного воздействия. Выдаются предостережения о том, что они не выполнили, и, я хочу сказать, штрафы вполне солидные. Кодексом Хабаровского края об административных повышениях предусмотрены ответственность за несвоевременную уборку снега, за ненормативное содержание территории. К примеру, юридические лица, если мы возьмем, к примеру, управляющие компании, вот, управляющие компании, значит, и остальные, значит, я почему так назвал управляющие компании, потому что они уже у нас не едино же наказаны были. Вот, так вот, по второй части от 60 до 90 тысяч рублей штрафа. По первой части, если первый раз наказаться от 15 до 30 тысяч рублей штрафа, это, скажем, суммы солидные. И управление технического контроля найдет хозяина вот этой земельного участка. Да, у нас есть телефонный звонок. Валерий, добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Вечер добрый, вечер добрый. Я вот слушаю эти все передачи и удивляюсь, все чиновники говорят, штрафуем, штрафуем. У меня есть такое предложение. Значит, когда идет снегопад, гололед, у всех чиновников забирать служебные домашние машины и отправлять их на службу по магазинам пешком. Вот они бы прошлись, а по Московской, там рядом школа на Московской. Вот я сегодня там был, там невозможно, ребятишки убегают со школы, падают. Вот бы чиновников впустить, и я думаю, все бы стало на свои места. А вот такой вот, извиняюсь за грубое слово, болтологией заниматься по телевидению. Ой, ну вы предлагаете нам не звать работников администрации, не обсуждать эту тему? Не, не, молодцы вы, что обсуждаете. Но вот что сейчас чиновники говорят, тому штраф, тому штраф. Нам от этого не легче, и дороги от этого не стают лучше. И это каждый год. И вот у меня есть предложение забрать у Кравчука, его команды, машины, и пусть они в непогоду ходят пешком. И тогда они поймут. Хорошо. Спасибо за предложение. Проблема в том, что если кто-то у нас отвечает в городе за что-то, это как раз чиновники, да? Все остальные только возмущаются. Владимир Ликандрович, вот смотрите, мы начали с нормативных документов. Сколько вообще времени отводится на то, чтобы тротуар, который, ну, закреплен, будь то администрация города, или будь то, не знаю, там, управляющая компания, должен быть убран? Через вот какое время после окончания снегопада? Правило благоустройства городского округа города Хабаровск обязывает собственников, я как назвал, этих должностных физических лиц, физических лиц, значит, начать уборку снега с началом снегопада. То есть уже во время снегопада? Уже во время снегопада. Это требует правила. Значит, и в течение 12 часов после снегопада произвести, значит, складирование снега в валы в кучи, сделать свободный проход, свободный проезд. И после 12, в течение 12 дней произвести вывоз на специальные полигоны, вот сложенные... Для утилизации. Ну да, для складирования снега, скажем. А вот смотрите, мы часто видим, ну, по-моему, для Хабаровска это довольно такая стандартная, привычная картина, когда не весь тротуар почищен, а только половина дорожка. Вот давайте мы как раз приготовили видео, да, половина тротуара называется, да, видео. Действительно, вчера прислали нам этот ролик, причем это центр города, улица Ленина, да? Да, ну, это повсеместно встречается эта история. Вот, вот, видите, очищает половину тротуара, а вторую оставляет. Вот это убрали они или нет, снег спитает? Значит, давайте так. Значит, во многих дворах, значит, мамочки вызвут детей в садик на санках. И просят, наоборот, оставить? Да, и просят оставить, значит, часть снега, чтобы не тащить санки. То есть это специально, да? Ну, вы знаете, значит, вообще-то правило благоустройства требует на всю ширину, под скребок убирается. Значит, в первую очередь посыпается, вот как, вот я хотел бы товарищу ответить, звонящему. Да, конечно. Да, конечно. Значит, конечно, то, что город Хабаровск длину расположен 40, почти 40 километров, конечно, что чиновников не хватит на... Да, и даже если всех... Да, даже всех взять, конечно, чиновников не хватит, однозначно. Но требования, требования прав для того, чтобы, значит, организовать эту работу. И вот, значит, вот эти, то, что половину тротуара почистили, или то, что, значит, не посыпали где-то... Хабаровск так географически размещен, что сопка, значит, бульвар, сопка-бульвар. И, естественно, вот эти лестницы, спуски, особенно северные части, они, ну, трудное явление. Крайне сложно. Я не отрицаю то, что не доделали, то, что не сделали, не отрицаю. Но нельзя говорить, что вот это, если чиновники выйдут, они все почистят. Или... Кстати, я должен сказать, что когда я в редакции сегодня утром рассказывал, о чем мы будем говорить, мне многие наши сотрудники говорили, что о чем вы говорите, редактор с нами там идеально вычищена, дошла спокойно. Есть районы, где лучше... Есть, конечно, однозначно есть... Возможно, это зависит не от администрации, а от местных жителей, которые взяли свои руки, или работают... Ну, наверное, не от жителей, а все-таки от жилищных организаций, которые занимаются. Конечно, значит, почему я вот назвал несколько раз... Управляющие компании, потому что они занимают огромнейшие территории в городе Хабаровске. Управляющие компании, это жители, новоквартирные дома. Потому что если взять магистальные дороги, они, скажем так, чистят механизированно, то, значит, с техникой, то управляющие компании, они под скребок, под лопату, под, значит, ледоруб, стоят, берут и песком посыпают, солью посыпают. Это и обязанность, значит, в первую очередь, чтобы не допустить травму. Понимается, что... У нас телефонный звонок, извините. Да. Ирина, добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Я звоню из Южного микрорайона, и очень хотелось мне присоединиться к словам Валерия, который до этого дозвонился, о том, что у нас очень много говорят о чистке тротуара, но их не выполняют. Вот на данный момент тротуары, которые находятся слева и справа от трассы Суворова на промежутке от Южного парка до Заводской, до настоящего момента не чищены. Они покрыты льдом. То есть в течение недели управляющая компания или орган, которому данный участок принадлежит, а он, скорее всего, не относится к придомовой территории, близлежащих домов, не посыпан даже песком. Ходить невозможно. Та же самая ситуация находится по улице Рокоссовского вдоль школы номер 49. Тротуары там желают оставлять лучшего, именно вдоль забора школы. Там старая бетонная плитка, которая очень неровная, и все покрыто коркой льда. Эту территорию тоже никто не посыпает. Дети утром идут в темно, скользко, вечером возвращается, скользко. Никто никаких мер за неделю не принял. Да, Владимир Викторович, на вскидку можете сказать, чья это территория, муниципальная или какой-то другой? На вскидку нет. Нет, нет. Хорошо, смотрите, тогда я немножко переформулирую вопрос. К вам обращаться, если люди сталкиваются с этой проблемой? Я имею в виду управление административно-технического контроля или какой-то другой орган муниципальной области? Значит, в первую очередь, единая диспетчерская служба. Они принимают звонки, аккумулируют. А давайте телефону 112. 112? Да. А единая диспетчерская служба 112, пожалуйста, с титрами дайте, чтобы... 112, 380, 380. Значит, они принимают... 380? 380. 2, 2 телефона. Да. Они аккумулируют эти, значит, звонки. Ну, примерно, я скажу так, я получаю день от 50 до 70 телефонных звонков. И большое спасибо Елене, большое спасибо Валере, что люди неравнодушны. И я хочу сказать, что у нас нет цели привлечь, как говорит Валерий, нет. У нас цели, чтобы почистить. Но титрами города большая, естественно, большая титрами. Вы знаете, вернемся на ту самую заводскую, о которой говорили. Вот нам уже присылали ролик, видео, снятое возле киоска на заводской. Возле киоска, покажите, пожалуйста. Прислала пожилая женщина. Вот там стоит киоск. Теоретически там вроде как, ну, практически убрано, да? Но вот чтобы зайти в киоск, приходится по плитке подходить к этому крыльцу. Ну, вот лед, да, его видно. Да, ну, конечно. И вот в данном случае можно ли считать, что там убрано или нет? Нет, конечно, однозначно нет. Вот этот киоск, однозначно, собственник этого киоска не выполнил требования. Киоск должен быть очистен. Вход, ну, у него вход весь во льду. Это же, конечно... А на сколько тысяч его можно оштрафовать? Ну, если это должностное лицо и предприниматель, от 3 до 5. А от 5 до 9. Говорят, не в первый раз, каждую зиму так. Каждую зиму. Ну, не, ну, там в течение года. В течение года срок дамости есть. Ну, здесь я же не могу сказать какое-то название. Ну, у нас же все это ведется в рекламном виде. Есть, когда наказывали, какие постановления, кого. Все это есть. У нас, хотя, говорит Валерий, нельзя наказывать. Ну, приходится. Если видите, какой... Значит, если не почистил у себя, прошу прощения, подвесы. А еще, вот там же еще и крыльцо такое. Да, вот ступенька. Явно ступенька. Это зона ответственности. Нет, я к тому, что нельзя обязательно сделать более безопасное крыльцо. Потому что даже если там не будет льда вообще, мне кажется, вот сейчас на морозе плитка. Она же очень скользкая. Люди все равно будут падать. Конечно, скользко. Да, я посмотрю, наверное, по видеоматериалу. Наверняка этот проект, он же переделанный. Потому что никто такой проект ему не утвердит. С таким крыльцом вход в магазин не утвердят. Однозначно. То есть, по-хорошему, он должен просто закрыть заведение? Ну, нет, почему закрыть? Нет, конечно, он в последней части или ремонт делал, или сломали. Я не могу знать, какие причины, но такое крыльцо в магазине... Ну, вот автор видео очень просит обратить внимание именно на этот киоск, потому что там вот уже много бабушек падало. Понятно дело. У нас телефонный звонок? Да, Валентина Афанасьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела бы просто простоить такое, ну, как или пожелание. Кто ответственный за эту чистку? Вот бульвар, я живу на Запарина, и начиная от улицы Запарина и до стадиона невозможно зайти. Каток. Когда можно было просто метлой подмести, теперь ходят люди по газонам. Ну, это же ведь, а взять утром и перед работой, все, кто ответственный, пустить их пройтись. Вот тогда и было бы, наверное, толк. Тогда бы отвечали. А это что, вот эта говорильня, она только каждый год говорят, говорят и все. А так, управление благоустроенность центрального Кировского района, пустить их пройти хотя бы, но именно не по газонам, а именно вот по бульвару. Спасибо, спасибо. Вот смотрите, бульвары это явно муниципальная территория. Конечно, потому что, значит, МУП города Хабаровска, Южное предприятие, у него, значит, на обслуживании находятся бульвары. Они обязаны содержать это, вычищать территорию, убирать снег, убирать лед, урны. Урны убирать, у них это их... Как на них воздействовать, чтобы они это делали? Ну, вот видите, как Валерий говорит, нельзя наказывать. Будем наказывать. Наказывать. Вы знаете, еще покажу, можно еще одно место покажу, там, где типа очищено. Давайте видео, соответственно, еще показал. Это центр города, улица Комсомольская. Вот там видно, что чистили. Ну, видимо, из-за того, что сейчас постоянные перепады температуры, там образуется вот такая вот корка льда, которая еще хуже. Вот в данном случае лучше бы они не чистили вообще. Вот с этим что-то можно. Есть ли вот какие-то стандарты, как вообще должны очистить? Потому что если просто убрать снег, показывать опыт. Подмести там, грубо говоря. Да, да. Однозначно здесь вот в данном ролике однозначно должно быть посыпано или пескогравийной смесью, или, значит, реагентом. Потому что вот эта дневная температура плюсовая, и ночные минусы, она образует корку льда, и здесь это травмоопасное место. И в нормативных документах требуется. В первую очередь посыпаются места, где образовывал гололед, где лестницы, спуски, подъемы, пешеходные сообщения, там, где находится, значит, остановка общественного транспорта, куда идет поток людской. Это требуется. Спасибо большое. Ну, можно еще раз выдать телефоны, да? Если мы хотим наести порядок, то давайте активнее жаловаться, да? Значит, сигнализируем. Я хочу сказать, что я получаю, как начальника дела, в день от 50 до 70 звонков. Ну, сейчас будете... Это нормальное явление. Я хочу сказать, что, конечно, это не только наше управление. В первую очередь надо в комитете по управлению районами, раз. Управление ЖКХ, это те, где жилищные организации. Значит, управление дороги внешнего благоустройства. Потому что вот эти организации, которые организовывают, очистывают эти дороги, эти неразберничные территории. Спасибо, Владимир Ликандрович, что не побоялись, пришли. И вы видите, как настроены по-боевому наши зрители. Абсолютно. Это очень хорошо. Люди неравнодушные, люди болеют за борт. Спасибо всем и зрителям, и вам. Над гостями был Владимир Шубич, начальник отдела управления административно-технического контроля города Хабаровска.